Добрый вечер! В студии Екатерина Абрамова. Это итоговая программа «Вместе» о самом главном и интересном за последнюю неделю в нашем выпуске сегодня. Не говоря уж о современной России и то, что в стране сейчас есть серьезные проблемы в сфере здравоохранения, признал даже президент. В послании Федеральному собранию он, как вы слышали, призвал обратить на это самое пристальное внимание. О том, что не все благополучно со здоровьем граждан, говорит и то, что так называемая альтернативная медицина набирает все большие обороты. На этой неделе дошло до абсурда. Гомеопаты подали иск против научно-популярного журнала «Вокруг света». Редакция отказалась давать опровержение на статью о ненаучности гомеопатии. Суд приступил к рассмотрению этого иска. Дело вот в этой статье под названием «Растворенная магия». Приведем цитату. Граждане России каждый год тратят около 3 миллиардов рублей на приобретение ациллококцинума, в котором заведомо нет ничего, кроме сахарозы и лактозы. Об этом честно написано на упаковке. Конец цитаты. На стороне журналистов невольно выступило правительство США, которое обязало всех производителей гомеопатии в Америке писать на упаковке ненаучно. Чем же закончится в России противостояние традиционалистов и их противников, теперь решит суд. Но наш корреспондент Маргарита Гаррирова уже сейчас попыталась разобраться в этом деле. Аптечки в этом доме нет уже три года. Светлана выбросила ее, как только побывала у гомеопата. На прием к нему попала случайно. Подруга привела почти силком. На полусогнутых ногах. Я приползала туда, потому что такое состояние у меня было. Я не понимала, что со мной, потому что мне было плохо внутри. Светлана сильно болела. Чем? Врачи не понимали. А гомеопат только взглянул на анализы и поставил диагноз. Прописал пилюли в виде шариков. Через неделю к ней еще недавно умирающий уже вернулся аппетит. А вместе с ним и вкус к жизни. К ним нет привыкания. То есть это вода и сахар, по сути. Но там информация. Информацию закладывают громко. Полубы со всего размаха. Прежде чем взболтать гомеопатический раствор, его разводят. Бывает сотни раз. Предположим, я хочу сделать гомеопатическое средство из вот этого растения. Я беру кусочек этого растения, растираю его, помещаю его примерно в такой объем жидкости, встряхиваю его. Затем получается вот этот 1% раствор. Дальше я беру капельку этого раствора, переношу его в такую же чашку, еще раз встряхиваю. Потом я беру оттуда одну капельку, переношу ее в 100 мл воды и снова встряхиваю. И так я делаю 30 раз подряд вот так вот. Ну и естественно там в конце ничего не остается. Но гомеопат скажет, что это сильное, хорошее гомеопатическое средство. Но гомеопаты своей теории верны. Они считают, чем меньше доза активного вещества, тем скорее придет исцеление. Бывают препараты на ядах. Например, экстракт белладонны. Один и тот же компонент, а показания десятки. Им лечат и мигрень, и насморк, и боль в суставах. Это все равно, что сравнивать обычные лекарственные препараты. Это, допустим, булыжник, который лежит на земле. А гомеопатия – это космическая единица, которую попробуйте пока докажите и покажите ее. Стеллаж с лекарствами на аптечный, конечно, не похож. Но даже там, сегодня в рядовой аптеке, можно легко найти среди привычных препаратов гомеопатическое лекарство. Вот, пожалуйста, самый известный препарат гомеопатический против ОРВИ. Он состоит из шести так называемых доз. Вот одна доза, рассчитана на один прием. В тюбике находятся вот несколько кругленьких беленьких шариков. Как говорят специалисты, они сладкие. И на самом деле, да, на вкус похоже чем-то на витаминки. Чисто сахар. Ну, кстати, чай можно с ним пить. Но, брат, дорого, да? Сахар заменительный, наверное, дешевле. Гомеопатия – это религия, то есть это секта, которая фактически помогает тем, кто в нее верит. Антон Родионов в медицине 18 лет. Английским владеет как родным. Проштудировал сотни научных книг, в том числе западных. Искал доказательства об эффективности гомеопатии. Ни одной убедительной строчки. Гомеопатия в России, она была узаконена, скажем так, в 91-м году. Я видел этот приказ Минздрава. И узаконена она была по одной простой причине. Желающие могут этот приказ в интернете найти. То есть, вот в переводе на русский язык принцип был такой. Если, извините, бардак невозможно нейтрализовать, то его надо организовать и возглавить. Этой клинике дорогое медоборудование ни к чему. У гомеопатов есть ноутбук, переходник и пара проводов с датчиками. Диагностика по точкам на руках, можно на ногах, если желания разутся. Компьютерные системы позволяют нам использовать для тестирования препараты из базы. То есть, записанные в базу информацию о препаратах, записанные в базе самой компьютерной системы. За подобную диагностику и лечение гомеопату берут немалые деньги. В одном из московских центров, например, только первичный прием стоит 20 тысяч рублей. Гомеопатию придумали в Германии еще в 18 веке. На фоне кровопускания и лечения мышьяком она казалась чудодейственной силой. Сейчас все скептики мира над этим методом смеются. Вот известное выступление канадского иллюзиониста Джеймса Рэнди. Я только что проглотил снотворных таблеток на 6,5 дней. А это уже британские комики пародируют врачей гомеопатов. Актеры высмеивают сам принцип лечения, а он звучит так. Подобное лечить подобным. Так кто-нибудь знает, что за машина его сбила? Кажется, синий Форд Мондео. Так, положите частичку синего Форда Мондео в воду. Размешайте, размешайте снова, разведите снова. Еще потрясите, затем копните три капли ему на язык. У ролика миллионы просмотров и сотни тысяч комментариев. Не могу смириться с потерями. Глупости, Саймон. Может, ты загубил пару-тройку пациентов с раком или сердечным заболеванием, бронхитом, гриппом, корью и ветрянкой. Но ведь люди идут к тебе, когда испытывают неясное чувство тревоги и легкую нервозность или имеют денег больше, чем здравого смысла. И ты для них не оценим. Журнал «Вокруг света» хотел даже не разоблачить, проинформировать своих читателей, что есть гомеопатия. Не думали, что дойдет до суда, но свое мнение в редакции не поменялось. Статья представляет собой научный взгляд на гомеопатический метод. Из статьи можно сделать однозначный вывод, что гомеопатические препараты работают не лучше, чем препараты плацебо. Эффект плацебо научно доказан. Принцип простой. Если веришь, таблетка поможет. Правда, с тяжелобольными самовнушением не работает. Маргарита Грылова, Мария Бялко, Александр Никлюдов и Денис Алиевский. Программа «Вместе». Ну, всем известно, что меньше всего болеют счастливые люди. На этом принципе основана буддистская медицина. Другое дело, как стать счастливым. Недавний социологический опрос дает ответы на этот вопрос. Оказывается, лучше всего путешествовать. Для многих это важнее, чем, например, покупка одежды и ювелирных украшений. Некоторые даже утверждают, что отпуск – больший повод для счастья, чем, внимание, рождение ребенка. И почти половина опрошенных испытала больше положительных эмоций во время поездки, нежели на свидании с любимым человеком или даже в день свадьбы. Опрос, кстати говоря, проходил в 17 странах, и в нем приняло участие 17 тысяч человек. Ну, вот такой вот минувшую неделю увидели наши редакторы, корреспонденты и операторы. Мы с вами прощаемся до следующего воскресенья. Надеемся, что оно будет лучше. Всего доброго. Вместе интересно. Субтитры подогнал «Симон»